11-ти классники одеты из уголочки, подтянутые, улыбающиеся. На волнении висит в воздухе. Школа учителя обстановка незнакомая. Таковы условия сдачи ЕГЭ. Сегодня здесь дают русский язык ученики четырех школ города. Третья, Диата, 38-й и 32-й. Всего 182 человека. У вас как настроение? Боевое. Страшно? Нет. Мы, как всегда, спокойные, настроены решительно. Как считаете, что самое главное перед экзаменом? Не нервничать. Потом с вечера себя накручиваешь и потом уже под утро тебе плохо становится. При входе в школу и экзаменационные классы проверка строгая, как на границе. Обязательный паспорт и допуск. Все места строго распределены. Елена Бахметьева тепло желает школерам удачи. Она возглавляет пункт проведения ЕГЭ 9 лет. Говорит, что процедура уже становится привычной. И для учителей, и для школеров, и для наблюдателей. Присутствие которых обязательно при проведении экзамена. Все этапы отлажены, хотя без эксцессов, конечно, не обходится. На прошлом экзамене, первый экзамен по истории был, девочке одной плохо стало. Но у нас есть доктор, созвонились с мамой, поставили укол. Я уже заметила, что если раньше серьезные были волнения, учителя, то теперь все спокойно, как будто уже в ритме, в режиме. И дети приходят совершенно спокойные. Вот, наконец, пиковый момент. Учитель скрывает пакет с бланками контрольно-измерительных материалов. Раздает их школьникам. Обстоятельно объясняет, как заполняет скимы, отвечает на все вопросы. И еще раз напоминает, что на парте должны быть только ручка, бланки экзамена, бутылка воды, максимум, вскрытая шоколадка. За нарушение удаления с экзамена без права пересдачи. С этого момента аудиторию должны покинуть все посторонние, включая нас. Экзамен продлится три часа. А уже завтра сороковая школа начнет готовиться к следующему. Русский язык – это уже второй государственный экзамен, который сдают от 11-ти классники. 7 июня им еще предстоит сдавать математику, а 13 июня – общество знания. Катерина Гудкова, Евгений Погорелый. Время новостей.